здравствуйте здравствуйте дорогие друзья во первых поздравляю всех с началом лета сегодня 1 июня также сегодня у нас день защиты детей так что берегите своих детей у кого они есть ну а сегодня кору тенечко мы с вами поговорим о героях природы ближниках так ну событие у нас заканчивается я уже в телеге выкладывал не получилось не получилось у меня догнать господина сахламорена не получилось но все равно считаю второе место 886 тысяч неплохо учитывая что мне там два раза серии были по три раза по десять тысяч 60 тысяч я набрал просто но на самом деле карточек это особо не дало то есть так как бы вот здесь мне получается один раз выпало вот тысяча восемь из карточек но хотя бы не это но это все равно то есть руны вообще практически вот здесь не падали вам даже ни разу не упали здесь только там вот десятки подлести бы здесь хотя пара раз ровно упали я бы на первое место вышел ну и соответственно не увидел я конечно там не по две тысячи не под 4000 вот один раз в тысяча восемь из карточек шамуны мне упало ну если говорить так уж прямо по героям которые были в этом событии то вот что получилось это я ему еще один уровень по моему дал и вот хватает еще на один то есть по поводу арина вроде как неплохо нападала поводу шамуны тоже там что-то около 2000 наверное что-то такое в этом роде упала тоже я и уровень давал там ну 2 500 грубо говоря скажем то есть вот надо надо и качать урон этот качать и как бы все тут тоже не так радужно ну и черепахи тоже вот нападала черепахи кстати помна падала больше всех по факту если я не ошибаюсь потому что она часто выпадала как проходной герой там на 21 и и загнать грубо говоря ну и посмотреть а может пробудить посмотрим ну в общем как то вот так вот выглядит мое событие надеюсь у вас она прошла гораздо лучше но мы сегодня поговорим о ближниках природы будем только легендар как соответственно говорить начнем самого моего дна и так буквально пара слов о каждом не буду затягивать ролик бастет подкачал и немножечко на 16 пробудил вот тебе нужно будет на двадцать первом наносит урон всем героям включая кусты и все прочее то есть при убийстве неважно там здание куста там героя получает атаки плюс 20 при смерти союзника наносит урон врагам используется 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 в основном если так брать час она с чирлидершей которая на первый ход призывает ведьм потом там призывает бастет либо на на первый ход призывает ворона это вообще жестко потом она там призывает бастет получает немерено атаки да и просто частенько бастет выходе стал замечать просто как с куста она выходит и мне наносит она там и по 800 и по 900 и по 1000 урона то есть просто вот с одного хода такая довольно неприятная девушка по факту получилось ну будем посмотреть то есть надо вот ее будить на 21 потому что у нее вот атака как раз увеличится очень сильно на 26 у нас увеличится ерунда вот это наносит урон и на 31 у нас наносит урон всем героям ну вроде как и неплохо но вот это вот главное то есть получается следующее пробуждение на 21 то есть плюс 79 это плюс 47 то есть если сейчас брать это она уже будет больше сотки получать 105 115 нет 105 все правильно 105 то есть ну такая интересная мадам надо тоже ее вкачать и тогда уже смотреть пока что бесполезно панда встречается крайне редко этот самый господин кунфуций атакован призывает 4 руны на случайные вражеские клетки имеет невосприимчивость и при смерти врага дает атаку союзникам за каждого врага если попадается какой-нибудь монструоза то он да очень даже неплохо раздает атаки он очень неплохие накидывает там руны может все поле заспамить то есть такой тоже не самый приятный чувак ну вот как раз на 21 будет пробуждение на увеличение урона от рун а потом на атаку то есть имеет право на существование но играет крайне редко и крайне редко увижу и конечно же уже практически фу прокачки энли ветер перемен вообще ее не вижу по-моему один раз видел наверное игр за 200 последних вражеский генерал атакован крадет атаку двух случайных врагов сработала кража атаки получает здоровье и в конце хода накладывает немоту на врагов с уклонением против арины и использовать если хорошо вкачано если подходит она под вашу лигу в принципе можно ну как бы неплохо да еще полет имеет имеет полет имеет крадет атаку то есть она там когда мне встречалась вот она очень хорошо атаку наворовывала плюс она не мотит того же самого там ту же самую мину того же самого арина то есть ну ну не используется потому что во первых получается медленно во вторых черт его знает тоже не вижу ее честно говоря вообще не у себя в пачке не в игре морган вот этот типок попадается чаще за счет того что у него огромная атака у него неплохо все со здоровьем ну а конечно же опять же встречается там уже пробуждены на двадцать шестом уровне и он там вообще монструоза короче вот по поводу его умений при появлении врага снижает атаку врагов в линии до одного на один ход перед атакой врага крадет атаку у него нее и имеет контратаку то есть неприятно то что мертвым лордом его забрать проблематично потому что он снижает атаку нулину за счет второго умения сначала он первым снижает потом снижает вторым умением то есть нет понятно что с ним можно бороться и нужно как бы и это тоже ну прям не такая уж большая проблема но довольно неприятный типок эрик встречается опять же крайне редко да вроде его там изменили и вроде как давно уже и вроде как может он играть но что-то не играет вообще на такого он дает доп атаку союзником включая себя при появлении врага крадет у него нее атаку и при смерти врага получает здоровье выглядит все очень даже неплохо учитывая что у него реально много здоровья у него там не так все хорошо с атакой но здоровью него реально до хренища и плюс он еще там и набирает себе здоровье и атаку он набирает тем что ее крадет вот ну тоже такое себе если ты его не смог полностью полноценно сходу реализовать его иногда можно очень даже неплохо использовать если ты видишь что стоит союзник какой-то сну враг стоит с контратакой прекрасно можно его юзать играть им принципе можно я им играл тогда долгое время но сейчас сожалению на меня вообще не подходит под первую лигу поэтому я его пока не использую но со временем прокачаю и буду рассматривать ним пачки вполне даже сам по себе герой то интересны вот просто не играет не дают маркис десат баран простонародье один или два раза но помните на стриме мне попался типан с девять устами здоровья то есть у него там сколько ванну максимально у него был 31 уровень все вот прокачки у него там 900 с хреном здоровья то есть такой очень неприятный тип при атаке врага отравляет его и и сработало отравление врага дает здоровье союзником вреду включая себя и при смерти дает здоровье союзному генералу то есть в следующее пробуждение как раз будет усилиться отравление у него а потом будет хилить поболее своего генералу на 600 уже куда-то шло да и потом будет раздавать через дорогу попали побольше на 31 но все равно героя этого не видать видно там парень фанился с ним он у него на полную прокачку был остальные герои у него были не фуловые а он был фуловый и поэтому он видать просто с ним ванился а так не играет и не видать его ну то же самое можно сказать и про минотавра вот у меня его уже 10 тысяч скопилось надо его по-хорошему пробудить бы на двадцать первом ну пока копится и копится атакован вражеский генерал исцеляет союзного генерала на здоровье равное атаке атаковавшего союзника то есть если вот он протокует на 7 и 7 тонны своего потилит генерала на 7 и 7 при смерти дает шипы союзному генералу то есть все будут биться кто брат такой генерала они будут получать вот этот урон и в конце хода получает здоровье за каждого союзника то есть еще набавка учитывая что у него и так в принципе но не сказать что прям мало здоровья не помешает хотя опять же его не видно и не слышно и ничего вот все эти споры еще один герой который мне действительно нравится и которого вообще не видно в лиге абсолютно дает врагам способность при смерти наносит урон соседним союзникам в начале хода наносит урон врагам и при атаке призывает смарт-чок вот с такими вот статистиками характеристиками у меня ну соответственно все это увеличивается все это растет при побуждениях также вот будет урон увеличиваться урон увеличиваться ну вот как-то вот так это выглядит но опять же в лиге его не видно и не слышно к сожалению но ничего прокачаю поиграем им еще оба стал немножечко немножечко почаще появляться без фанатизма но бывает без фанатизма но бывает ну конечно же на хорошие прокачки то есть ну хотя бы примерно вот такая но если так брать без пробуждений примерно вот такие вот типы вылезают да поэтому я как бы куба обычно все-таки стараюсь ну на варготе это как бы особых проблем не доставляет но если вижу что особых угроз нет я его просто мертвым лордом превращаю в зомби когда и все чтобы не какие-то проблемы там не испытываем ну вообще конце хода отравляет врагов сработало отравление исцеляет союзного генерала и при смерти призывает каменного голема с отравлением то есть вот так все это выглядит ну вот следующее пробуждение 21 улучшится голем потом улучшится отрава но это двадцать шестой уровень когда улучшится отрава по факту вот эти вот 22 но это же смех и грех вообще такие крошки такие копейки что ну как бы чисто до похилиться здорово но это же временное все ну отравил на покинуть его грохнули все исцеление пропала к чертове матери и как бы ну такое себе то есть занимать слот им не знаю так следующее у нас тоже не самый популярный абсолютно тритон весь не глубин атакован накладывать немоту на атаковавшего героя конце хода дают здоровье союзному генералу при атаке врага получается здоровье ну тут даже особо и добавить ничего вообще не играет видел один раз на мигра за 300 мариачи то же самое аутсайдер хотя опять же интересный герой мне нравится лично он дает шипы союзником конце хода получает здоровье за каждого союзника с шипами и при атаке наносит урон равный 50 процентов своего здоровья атакованному включая генерала то есть если он протокует плюс к 81 добавится еще 113 пусть как-то вот так это выглядит ну соответственно хпшка растет то есть если его еще и выпускать с лоскутом то это довольно интересно выглядит мне эта тема нравится при пробуждениях соответственно шипы улучшатся здоровье улучшится ну и все еще раз шипы улучшит то есть вот эти 50 процентов они неизменные как были так и останутся извините друзья матриарх вона тоже тоже герой мне нравится это же он у меня не прокачан тоже надо будет его подкачать при смерти союзника получает здоровье при атаке наносит урон врагам вокруг цели в радиусе двух клеток и имеет полет то есть при пробуждениях у нас соответственно урон усилится здоровьишка ну и еще раз урон неплохой герой но опять же не видно и не слышно то же самое и сука магами очень много из природы героев не играющих при атаке врага получает атаку но вы помните на в свое время на какой-то линии не помню на 5 или на 6 я играл сука магами он действительно там мог творить вещи с той же самой дискорде и учитывая что он набавывает атаку то есть он мог там такую грязь творить лук при атаке врага получает атаку уклонение имеет то есть стрелков не боимся кроме тех которые с точностью и при смерти врага наносит урон вражескому генерал неплохо неплохо при пробуждении вот как раз 21 атака увеличится у него потом урон по генералу и видно и не слышно то же самое касается и мантиса тоже не играет тоже вообще не видно не помню когда последний раз увидел на игр 500 уже точно не было при атаке крадет но я не имею до потасовки я имею виду только лигу потасовки да ты встретишь абсолютно любого героя там из любой фракции при атаке крадет всю атаку атакованного при убийстве получает здоровье равное ста процентам своей атаки при смерти накладывает токсин на всех врагов неплохо неплохо токсин нам вам напоминает персонаж при атаке теряет атаку ну соответственно тут может увеличиваться только второе и третье то есть получает 150 здесь 208 ну и все и чисто атака и здоровье да у него до хрена атаки у него мало здоровья но он здоровье может очень нехило себя поднять за счет убийства то есть если но его на вообще надо выпускать по идее вы если вы им играете да конечно есть ситуации когда нужно просто атаку все украсть но вообще в основном он выпускается чтобы грохнуть кого-то и набрать нехило так здоровье и потом еще продержаться какое-то время ну такое себе ну не вижу не вижу этого героя вообще ну принца нода это легендарный герой но опять же не играет кроме фан пачек я его тот же тоже играми нужно 500 точно не видел в конце хода получает шипы при появлении союзника природы получает здоровье при атаке наносит урон врагам ближнего боя что здесь добавить ни о чем серьезно ни о чем ну как ни крути так еще одна которую там типа бафали королева ананта отравляет врагов сработало отравление получает здоровье сработало отравлением врага отравляет на 20 в моем случае врагов вокруг цели не играет не видно не слышно здесь увеличится второе отравление на 26 увеличится первое отравление ну и потом да еще в третье добавится не видно и не слышно керну этот тип он уже попадается пусть не так часто крадет атаку врагов в конце хода призывает минева на каури на свободную клетку в ряду в конце хода получает здоровье за каждого союзника природы периодически попадается приключениях его также можно использовать но нет он сейчас абсолютно не метовый герой ну вот как ни крути не конечно если он у вас блин тому день пятой лиги например выкачан до 31 уровня конечно его юзики это любого героя абсолютно касается если у вас герой превышает ну скажем так среднее по вашей лиге то его можно смело ставить пачку он принесет больше пользы чем даже пусть тот же там топ но не докачанный абсолютно и только портящийся ну ладно несут кунг царь обезьян тоже не видно и не слышно этого героя в конце хода дает блок союзником ближнего боя на три хода атакован союзник включая генерала получает атаку на один ход атакован наносит урон равный своей атаке атаковавшему врагу ну вот как то так да ему надо тут его конечно для первой лиги мне тоже подгоняет надо ему здоровьешь к чтоб у него по боли было притом так конкретно по боли чтобы он хоть какую-то пользу мог приносить ну пока вот так есть я не трогаю пусть себе будет снэйк вот снэйк периодически встречается ну опять же у снэйка очень дохренища атаки у него неплохо здоровье плюс еще он ворует у нас атаку то есть получает сопротивление на один ход его можно превратить заниматить но ударить его нельзя в начале хода крадет атаку врагов кроме природы при смерти призывает 5 рун на случайные союзные клетки вот такие обычно где-то снэйки примерно попадаются первой лиги посильнее чуть-чуть вот попадаются попадаются где-то раз наверное игру там в двадцать в тридцать принципе я вижу разок снэйка и довольно такой приличный герой если так брать главное в моем случае я обычно все-таки стараюсь не давать ему призывать вот эти 5 рун потому что иначе там вообще жестяк начинается потому что ну там атака 240 или еще больше там 300 блин это не всегда вывести можно но сам по себе герой неплохо и периодически играем целки анг скорб которую как я считаю вообще на хрен бедную добили не знаю зачем это было сделано при атаке наносит урон случайному врагу с токсином при появлении врага накладывает токсин на двух случайных врагов кроме знаний при смерти любого героя кроме знаний получает регенерацию но добавили бы тогда что при выходе она накладывает токсин на случайного героя а то получается ты выпустил вот этого героя который и так атака маленькая да она там наложит свой токсин но все это почистится сашка или еще кем-то или там марионеткой ну если раньше она там допустим при атаке по генералу наносил урон случайному врагу теперь она наносит вот этот свой урон при том еще и порезанный в разы случайному врагу с токсином но это как называется это не знаю старая салки по мне была более честно может быть они как-то видят ее по другому но для меня она все даже не собираюсь ее трогать пусть валяется и все прочее ну один из топчиков грудь безмолвный страж все за счет первого его умения накладывает немоту на врагов в линии включая здание то есть у нас больше в принципе нету нематильщика который без прямого прям воздействия на что-то накладывает вот так немоту на здание как вы понимаете здание не могут атаковать соответственно три тонна них не наложит там сашка только когда при прямом воздействии а он вышел и весь рядом немотил вместе со зданиями всем прочим в конце хода получает здоровье и имеет небольшой блок топчик топчик хорошо играет хорошо играет хотя я его сейчас не использую и без него как бы нормально справляюсь опять же порезанная там 10 раз мии десятихвостая десятихвостая леса при атаке по вражескому генералу наносит урон врагам равный 100 процентам своей атаки если вы помните раньше она била от случайного здоровья противника атаковано дает здоровье союзному генералу при появлении союзника получает атаку не знаю а раньше не было топом как помните она была практически там в каждой топовые пачки потому что она позволяла скажем так выбраться и иногда из невозможных ситуаций просто сейчас этого нет соответственно ими перестала быть прям супер востребованных скажем так так термом этом один из моих любимцев но встречается он все равно не так уж и часто перед атакой замораживает двух случайных врагов при убийстве с союзником включая себя генерала замороженного врага наносит урон врагам вокруг замороженного и в конце хода получает здоровье за каждого замороженного как мне этот герой очень нравится плюс он соответственно подходит под нового питомца порога но он абсолютно опять же не метал то есть крайне редко встречается ну куда деваться массура тоже 1500 раз уже порезанная или измененная нифига короче она сейчас толком не играет встречается крайне редко так я ее пробудился кида на двадцать первом вот не нужно сейчас загнать на 26 на 16 на 21 обратно чтобы она хотя бы хотя бы что-то стало из себя представлять хотя бы что-то и то и желательно играть все острые потому что здоровье нихрена не даже на 26 203 опять же у камбу бота все отлично идет то есть он выставляет четко в ряды то щиты от первого ряда поставил все четыре штуки будет выставлено я когда играю массуру мне ставится там 2 но максимум 34 я не помню когда последний раз был вот серьезно такая но это не отрицает того что герой все равно неплох как ни крути если опять же ее заиграть допустим что же самые острые набавки там до хрена здоровье и тогда это там прям непробиваемые стенки но встречается опять же в лиге она крайне крепко и топ сегодняшний то что я вам посоветую будет основан на том что встречается в лиге вот я этих героев назову вы слышите я уже назвал тех которые мне действительно нравится вот еще один из тех кто мне нравится но это не метовые герои то есть они не так часто используются есть основной пул этот пул юзается все остальное это уже фан грубо говоря вы будете получать удовольствие от эти герой ну либо не будете у каждого же свое удовольствие правильно мне вот крокодилам нравится играть крадет здоровье у врагов при выходе при атаке крадет атаку врагов при атаке врага получает шипы то есть мне этот герой нравится я им поигрываю пробужден мне на 21 сейчас нужно его обратно на 21 загнать и там посмотрим вот метовый герой шершах опять же тут мета тоже такое понятие относительное мне шершах попадается довольно часто кому-то он может вообще не встречается но я буду говорить чисто от себя вот шершах мне попадается нередко и при том в основном в пачках который не использует маргота то есть это либо грудь мой грудь либо это огр либо это там пират или джимми ну вот такие вот вот они юзают как раз тигра в основном конечно примерно вот такого у меня пока только вот такой но все равно он неплох я им играл опять же в потасовки примерно на равной мощи пачек и он против маргота великолепно работает против камней вообще класс при убийстве наносит урон равный 100 процентам атаки случайному врагу вокруг убитого и соответственно он может все поле стереть вообще с лица земли перед атакой получает атаку за каждого раненого героя и получает здоровье за каждого соседнего врага вот как-то так айровата побольше стал появляться после того как ему вернули постоянное сопротивление помните раньше там было сколько там три хода три года или пять ходов я уже не помню в общем сейчас он постоянно имеет сопротивление 75 процентов вот вот здесь она получается улучшена улучшается и после этого 75 процентов будет идти постоянно вот я его пробудил на 21 сейчас нужно его в идеале вернуть хотя бы обратно на 21 и можно тоже будет им в принципе поиграть поюзать его да он и сейчас даже если так брать тоже не самый плохой вариант то есть получает сопротивление союзный генерал атакован исцеляет его ее на определенное количество здоровья и атакован соседний союзник включая себя исцеляет соседних союзников на 29 включая себя плюс не восприимчиваясь к нематике превратить можно за нематить не получится почаще стал встречаться но конечно он абсолютно не вошел там прямо мету или еще что скраб голова ряд бросов топ и стопов как играл так и играет при смерти врага кроме зданий крадет у врагов атаку дополнительная атака при атаке наносит атаку равную своей атаке всем врагам за целью прекрасно прекрасный герой ну и кабос атакован наносит двум случайным врагам урон равный ста процентам атаковавшего врага при атаке получает блок в конце хода дает блок союзному генералу на три года блоки суммируются за каждый ход соответственно можно очень нехило настакать блока ну и кого я в принципе считаю могу назвать метовым прямо сейчас героем это кабос он встречается очень регулярно это скраб то же самое это шершах вот в принципе три героя которых вы можете смело брать и ничуть не прогадать также чисто от себя могу посоветовать еще трех героев это морган он играет тоже регулярно это крокодил мне он очень нравится это чисто от себя просто ну и ёрман вот этих героев я могу смело посоветую игру понятно это тоже топчик то есть скраб кабос шершах груд вот четыре героя которых любого выберите в принципе в принципе вы не прогадаете кабос больше у нас защиту ну крыса понятное дело атака ну и плюс так как он ворует атаку то он может там наворовать столько что поле противника с нулем останется ну и шершах там снести стол еще что-то тоже магет тоже магет в принципе давайте вот кого я назвал давайте я сейчас вам просто покажу вот как раз грудь оставляем ёрмана берем кабоса крысу шершаха крока давайте моргана возьмем ну и давайте вот айровату вот так вот и пойдем чисто ближниками зарубимся потасовки вот кстати вот вышла бастет долбанула хорошо долбанула так ну кстати надо бы давайте пока вот так вот сыграем блин айту то надо было сделать ну ладно ну сейчас зато мы покажем и крысу покажем и всех покажем прочих и крыску покажем вот крыса собственно говоря вот она всадила на 662 вот садящая шаха покажем вот он подслил здесь так давайте вот так сейчас сыграем дело вот так вот немота пошло хорошо блин 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 ски блин 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 ски ну принципе всех героев практически и показал кого хотел на этом буду закругляться все ребятушки всем спасибо кто посмотрит выбирайте умом своим они чужим всем пока 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 а